Всем привет, с вами снова Элина. Сегодня у меня такое спонтанное casual видео. У нас воскресенье, я сижу дома, отдыхаю после вчерашней субботы и решила немножко с вами поболтать на тему женской дружбы. Можно даже сказать бабьей дружбы в некоторых ситуациях. И стала терять много подруг, таких причем, можно сказать, лучших подруг. И поэтому решила с вами поговорить на эту тему, что вы думаете об этом всем. Вообще, напишите мне, верите ли вы в женскую дружбу, существует ли она, может быть у вас есть хорошие примеры. А на самом деле, например, у моей мамы есть подруги, с которыми она уже очень много лет дружит, с самого детства, там, с института, не знаю. У меня таких особо подруг нет как таковых. Есть девчонки со школы, с кем мы общаемся, но сейчас, к сожалению, как-то не настолько близко, тесно и редко вообще видимся и довольно-таки редко общаемся. Я вообще с самого детства мечтала о такой девчонке, подруге, которая всегда будет со мной. Мне, в общем-то, даже достаточно было одного человека, но чтобы она меня, вот знаете, всегда была со мной, везде ходила. Каждый день мы с ней общались, по телефону, все друг другу докладывали, рассказывали. И как-то у меня были, в принципе, хорошие подружки, но такое часто случалось, что, например, ты договоришься с кем-то куда-то пойти, потом они с тобой не идут, там, ну, скажут, там, нет, все, отбой, там, не иду. Не знаю, в общем, как-то кидали так вот, периодически девчонки было и такое. И как-то вот с детства, знаете, не складывалось такого, что реально прям настоящая дружба вот сквозь года. Как-то все время ругались, кто там отменял встречи, какие-то там предательства, не знаю, как-то вот так повелось. Хотя, в общем-то, всегда у меня подруг было много, и со многими я, в принципе, поддерживаю общение до сих пор. Вообще, знаете, я заметила, что у меня дружба как-то идет волнами. То есть вот с одним человеком дружишь, прям вот так близки друг к другу, вот доверяете друг другу, там практически все тайны. Кстати, что, возможно, зря, как меня уже давно мама учит, и не только мама, вообще женщины, кто постарше, говорят, не нужно рассказывать все подружкам. И я вот такая, знаете, как открытая книга, мне надо подружкам почти все вот рассказать. Я не могу пока себя контролировать. И жизнь меня начала учить, что не нужно говорить все подругам, нужно что-то держать только для себя или, по крайней мере, самыми близкими там родителями делиться. Так вот, у меня дружба какая-то, знаете, волнами идет. То есть то мы дружим, то прям там неделями можем общаться в запой, чуть ли не каждый день встречаться, созваниваться, потом хоп, и там несколько месяцев с человеком вообще не видишься. Вот, то есть как-то нет такого, что вот я говорю, дружбу пронести сквозь года, да, просто какие-то или всплывают знакомства старые, или появляются новые девчонки, с кем я дружу. Вот, такого одного прям человека как-то нет. Вообще, какая, как я считаю, должна быть дружба? Понятное дело, что друзья должны поддерживать в трудную минуту. И, скажу честно, я сталкивалась не раз в Голландии с таким, у меня были с очень трудной ситуацией здесь. И, в общем-то, мне помогали девчонки, за что я благодарна им, и я рада, что они у меня есть там, были. Потому что на тот момент, конечно, очень им не помогали. И это действительно важно, что человек не только словом поможет, да, скажет, что, ой, да, там, хреново, у тебя все, не повезло. А человек, который реально делом может помочь, это не каждый может. И если человек это делает для вас, то он уже, в принципе, достаточно хороший друг. И частенько, знаете, бывает вообще от людей, от которых не ожидаешь, вот они тебе что-то такое делают, то есть какую-то реальную помощь оказывают, и вы можете даже стать друзьями неожиданно с кем-то вообще вот мало знакомым. А какой-то достаточно близкий друг может взять и просто кинуть тебя, или вообще никак не отреагировать на твои просьбы о помощи. Но, как уже тоже многие, наверное, слышали такую фразу, что понятно, что все друзья опознаются в беде, но еще и в радости. Потому что, да, у меня тоже такие были ситуации, когда там, я не знаю, выиграла конкурс, и вдруг там какие-то подружки, ну, со мной не общались, или там что-то про меня рассказывали, или там еще что-то. Ну, то есть вот на самом деле в радости тоже очень много опознается, потому что погоревать, когда какая-то печальная история, там, да, там, не знаю, какой-то там жуткий скандал, это все могут поддержать. Грусть — это грусть. А вот когда радость, и кто за тебя действительно порадуется, когда у тебя правда все хорошо, у тебя все классно, и даже у тебя лучше, чем у твоей подруги, вот кто действительно порадуется, таких, наверное, на самом деле людей единицы. Очень важно, чтобы подруга могла выслушивать, потому что я знаю ряд таких девчонок, с которыми начинаешь разговаривать, и они просто уходят в отключку и в своих мыслях сидят, и могут даже не отвечать ничего на твои фразы, и потом говоришь, алло, ты вообще меня слышишь, там, да, 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 и как бы вот это меня очень, если честно, бесит в людях. Так, ну, я, в принципе, это часто встречаю в людях, что мало кто может на самом деле выслушивать и вникать на 100% в твои какие-то там фразы, проблемы, заморочки и так далее. И, конечно же, важно, чтобы человек тоже тебе что-то рассказывал, потому что бывает, что ты раскрываешь там какие-то свои тайны, свою душу, а в ответ человек с тобой особо ничем не делится и говорит с тобой только про погоду. Получается, что то ли человек тебе не доверяет, то ли, я не знаю, тебя серьезно воспринимает. То есть это тоже как-то странная дружба, когда не оба человека раскрыты друг другу, да, ну, не раскрывает свои, так сказать, души друг другу. Это тоже странно было бы для настоящей дружбы. Очень важно для подруги, чтобы она умела держать секреты. Я поняла это совсем недавно, я многим рассказывала всякие вещи, которые, может быть, и не надо всем подружкам знать, и там, приятельницам. И буквально недавно столкнулась, вот, что одна подруга, видимо, приревновала, и мы перестали с ней абсолютно общаться. Но прикол в том, что она, конечно, знала какие-то вещи, которые, например, ну, не знал мой муж, там, например, что я участвовала там в кастинге на голос. Кстати, я не прошла, кто не в курсе. Вот. Ну, или что-то наподобие такого. То есть, да, я ничего криминального, конечно, здесь не делала. Ну, понятно, если я сижу в кафе, и там мы с девчонками обсуждаем, смотрите, какие парни там красивые прошли, да? Понятно же, что такое бывает. И, то есть, вот она начала, как мы разругались и перестали общаться, писать сообщения моему мужу и рассказывать, что я делала, как, там, на каких сайтах я зарегистрирована, там, например. И это, конечно, так ужасно. То есть, понятно, что секреты хранить многие умеют, но нужно их хранить вообще навсегда. То есть, пока человек не скажет, всё, можешь рассказывать всем. Их надо хранить. И не говорите, там, по секрету всему свету, действительно беречь их, потому что даже если вы разругались или вообще перестали общаться, всё-таки вы когда-то были друзьями. И мне кажется, это настолько низко, когда человек какие-то тайные твои вещи начинает рассказывать, да, там, твоему, там, парню, мужу, и вообще кому-либо угодно. Это ужасная низость. Такие люди вообще, понятное дело, что, ну, к ним вряд ли кто-то будет возвращаться, мириться с ним, потому что таких друзей быть не должно. Это не друзья. Конечно, хотелось бы, чтобы подруга не предала. Хотя, опять же, как в каком смысле предательство сказать? Например, если подруга ушла к другой подруге, знаете, всё-таки мы в таком возрасте, когда уже нет такой ревности, там, почему ты с ней общаешься, там, ты должна общаться со мной. Как бы, я считаю, чем больше подруг, тем, ну, в принципе, и лучше, приятнее. Вообще можно собираться все вместе, и так даже веселей. Но такое предательство, когда просто, там, не знаю, человек дружил с тобой, и потом начал дружить с твоим врагом. Не знаю. Ну, то есть предательства тоже, конечно, не хотелось бы. Всегда мечтала, чтобы у меня была подруга, знаете, такая весёлая и лёгкая на подъём, чтобы вот её позовёшь, поехали в парк, поехали, поехали тусить, поехали, там, пошли в клуб, пошли. То есть вот такая вот, знаете, вот. Ну, я, в общем-то, стараюсь быть такой же по возможности. Не всегда, может, конечно, получается, но в основном стараюсь тоже быть такой. И вот когда девчонки, надо их упрашивать, чтобы куда-то пойти, или что они постоянно отменяют встречи в последний момент, или до последнего не говорят, пойдёте вы куда-то или нет. Вот, в общем, такие вот люди тягостные, как бы это тоже очень, ну, неприятно. Поэтому всегда мечтала, чтобы такая вот шустра была, которая ещё за собой потащит, когда тебе там хреново, может быть, там у тебя какая-то печаль, там, не знаю, с парнем рассталась, или ещё что, и тебя подруга просто за волосы тащит, и тебя развлекают везде, и делает тебе там самый крутой девичник, тебя делает сюрпризы, удивляет. Это очень круто. Вот у меня всегда прям мечта такая была, чтобы у меня была такая подруга, но у меня особо такой никогда не было подруги. Есть, знаете, такие подруги, которые вот как выходят замуж, и у них появляется парень, они сразу гасятся, и с тобой вообще практически не общаются. Причём, ладно бы у них были дети, там, у них, может быть, нет детей, но они так себя ведут, как будто всё кардинально поменялось, всё, теперь она замужняя женщина, ей не до тебя вообще, и прости-прощай. Вот такого я тоже не понимаю, и тоже так встречаются у многих девчонок, как у них появляется какой-то парень. Они вообще перестают с тобой общаться, хотя до этого вы были практически как сестрёнки. Ой, тоже очень странно по мне. Очень противно, когда девчонки зазнаются, если у них что-то лучше, чем у тебя, или они начинают соревноваться с тобой. Это я тоже не понимаю, но это часто, наверное, бывает в женской дружбе, так или иначе. И тоже очень противно. Опять же, у меня девочка вот такая была, которая постоянно мне рассказывала, что ей дорогого купил муж, обязательно нужно назвать всему цену, сколько что стоило, что всё было очень дорого. Потом они были в дорогом отеле, и походили по дорогим магазинам. Просто это настолько противно, не знаю, как бы, во-первых, я не ищу друзей, кто побогаче, потому что деньги в дружбе — это не самое важное, и даже скорее наоборот. Это может даже и мешать как-то отчасти дружбе. Во-первых. Во-вторых, неважно, выше ли ты или ниже, там, по статусу финансовому, блин, при чём тут вообще дружба, как бы зачем мериться достоинствами, так сказать, я это тоже вообще не понимаю абсолютно. Просто одно дело, например, похвастать перед подружками, но по-человечески, да, мы все любим девчонки, друг другу всё показывать, рассказывать. Другое дело, когда именно идёт как конкурс, соревнования, кто круче, это очень противно. Снова здравствуйте, это продолжение банкета. Вчера у меня села батарейка, поэтому пришлось заряжать её, и сегодня продолжу только для вас снимать видео. На чём я остановилась? Очень важно, чтобы было можно свободно общаться с подругой, иначе, наверное, тяжко построить какую-то дружбу с человеком, с которым вам тяжело разговаривать, не о чем разговаривать, у вас какие-то паузы там, не знаю, неловкие. Я пыталась подружиться здесь с девочкой, с молодой 19-летней, и знаете, вот мне 27, мне кажется, что у нас интересы должны быть более-менее похожи, но всё равно всё-таки как-то мы в процессе взрослеем, того сами не замечая, и когда я с этой девчонкой общалась, во-первых, я разговаривала одна из нас двоих, в 90% случаев, и я рассказывала какие-то истории из прошлого, и говорила, например, когда я была маленькая, глупая, мне там было лет 19, и потом я понимаю, что ей сейчас 19, и она такая же маленькая, глупенькая сейчас. Короче, надо искать всё-таки на друзей, которые вам по разговорам, как-то по общим темам подходят, и чтобы у вас было интересно друг с другом, и было о чём поговорить. Очень, наверное, немаловажно в отношениях, чтобы подруга была надёжной, в том плане, чтобы она у вас не увела мужа, или парня, молодого человека, то есть это действительно нужно очень доверять, да, и, наверное, желательно найти такую девчонку, у которой моральные принципы более высокие, не знаю, то есть чтобы ей было дороже сохранить вашу дружбу, чем уводить вашего парня, потому что есть подруги, которые уводят, в таких случаях очень много в жизни встречается, поэтому немаловажный фактор. Вообще, я поняла, что у меня сейчас, можно сказать, отчасти в интернете, и подруг стало больше, чем в реальности, это могут быть даже, ну, реальные подружки, с которыми мы раньше общались в жизни, но они сейчас разъехались там по разным странам, скажем, с ними мы даже как-то больше общаемся, или девчонки просто, например, кто на меня подписан, или кто тоже занимается блогингом, мы так с некоторыми переписываемся, не то, что прям много, конечно, девушек, но есть несколько человек, и как-то у нас общие интересы, да, какие-то, может быть, или им нравится то, что я делаю, и я к ним прислушиваюсь как-то, поэтому как-то тоже стало это интересно, а такие подружки, с которыми раньше вот я общалась, где я жила, скажем, в России, как-то очень мало с кем я поддерживаю, на самом деле, такой близкий контакт, в основном, конечно, все сейчас уже дружки здесь, думаю, что нужно нормально относиться к тому, что меняетесь вы, меняется ваша жизнь, меняются ваши друзья, и какие-то друзья уходят, какие-то приходят, это совершенно нормальное течение жизни, еще, знаете, есть такие девчонки, которые, например, такие, какие-то полуподруги, то есть, когда ты их куда-то зовешь, ты с ними общаешься, они с тобой тоже общаются, но если ты им не пишешь, они тебе тоже не пишут, то есть, больше такая односторонняя дружба, я не говорю, что я, может быть, кому-то так же отношусь иногда, не знаю, конечно, в себе никогда ничего этого не замечаешь, замечаешь в других людях, и я не говорю, что я сама идеальная подруга, но как-то я стараюсь быть насколько это возможно хорошей подругой, тоже, я считаю, не должно такого быть, когда ты попросила о чем-то подругу сделать, или договорилась с ней о чем-то, и она тебе это пообещала неоднократно и не сделала, для меня это тоже потеря доверия и, ну, потеря дружбы, в общем-то, я не понимаю таких ситуаций, вот самая фишка, которую я стала встречаться довольно-таки часто, это когда подружки не отвечают на сообщения, я вот это вообще не понимаю, ну, я не знаю, может быть, случайно я тоже так делала, но скорее, потому что у меня сообщение, может быть, там, прочиталось, а я его сама еще не прочитала, да, где-нибудь вконтакте, не знаю, или там, кто-то его прочитал за меня, но так вот, чтобы, например, ты напишешь сообщение, человек заходит в сеть, и ты это видишь, да, например, там, на ватсапе, но твое сообщение непрочитанное, это значит, что какие-то сообщения более важны, чем твое, или когда человек прочитает сообщение и ничего вообще не отвечает, или отвечает через какое-то время, но при этом он все время в сети тоже заходит, то есть получается, что ты как бы не в приоритете, и это как бы мне тоже не очень понятно, мне не очень приятно, и я не понимаю, как можно от подруг игнорировать сообщение, если ты там что-то не хочешь, можно просто взять и ответить, если у тебя есть время на то, чтобы зайти проверить сообщение, значит, у тебя есть время на то, чтобы ответ дать, Вообще я хотела бы сказать, что, наверное, за всё время, всей моей дружбы, самый для меня всё-таки близкий человек, мама сейчас обрадуется, это моя мама. Но помимо меня самой, конечно же, это моя мама. Вот мне кажется, мама никогда не предаст, всегда поможет по возможности, и парень не уведёт. Так что вот как-то у меня так вот сложилось в основном. Хотя я люблю очень тоже дружить с девчонками, просто я говорю, что очень сталкивалась много с некрасивыми ситуациями. И в заключение этого видео хочу вам рассказать очень такую пикантную историю, я не знала, куда её вставить. На самом деле история о девушке, которая сейчас будет, она на меня, по-моему, тоже подписана, по крайней мере она смотрит на видео, хотя она не говорит по-русски, я надеюсь. В общем, когда мы были на Рубе, мы познакомились с парой, это были такие темнокожие ребята, девушка с парнем, они приехали на медовый месяц. И они такие, знаете, очень дружелюбные, общительные, и мы с ними очень долго общались. Как-то вот, знаете, так просто разговор пошёл. И потом мы на ужин сходили, потом мы опять с ними встретились. В общем, до ночи мы с ними сидели в компании, общались, было очень весело. И как-то я этой девушке очень доверилась. Она меня звала в гости к себе тоже в Америку. И она делала несколько раз какие-то намёки такие недвусмысленные, но я их, ну, не сильно стала принимать на свой счёт, но да ладно. И, в общем, я как-то ей так доверилась, она мне начала всякие давать советы в жизни, и у меня как раз какое-то было такое смятение, чувства, я не знаю. В общем, я как-то и перед ней открылась, и она передо мной, и прямо, знаете, такое какое-то вот родство душ почувствовала, прям близость. Я подумала, почему я никогда не дружу с иностранными девчонками, это очень классно. Ну, и, в общем, как-то так случилось, что мы прям до поздней ночи с ней уже остались вдвоём, разговаривали, мой муж пошёл в номер, за что я об этом ругала. Пошёл спать, и, в общем-то, мы с ней заболтались, и всё уже пошли вроде как по номерам. И в лифте она мне говорит, пошли-ка мне в номер вроде как. Чего, жалко расставаться, всё-таки, может, больше и не увидимся, и так хорошо общаемся. Пошли, посидим у нас в номере. У меня муж вроде как спит. И, ну, я подумала, почему нет, то есть, как бы, знаете, ну, у меня даже как-то никаких мыслей не закрылось в голове. И мы пришли в номер, она мне спросила, какая у меня любимая песня, я хотела, чтобы её поставить. Она спросила про мой, ну, я ей рассказывала про свой канал, она попросила включить самое с моё любимое видео. То есть, знаете, так меня прям расположила, как-то пыталась. И потом, прошло полчаса, и мне как-то надоело, я говорю, слушай, я пошла домой, ну, в номер. И она говорит мне, можно я тебя поцелую? И у меня, знаете, ну, реально не было никогда таких историй. Я как бы не хочу сказать, что я противник, там, лесбиянок, геев, как бы, я, ну, как-то нейтралитет такой, знаете, соблюдаю. Но у меня не было никогда такой ситуации. Я просто начала хихикать так вот нервно, потому что, ну, я реально не знала, как на это реагировать. И она реально ко мне просто начала приставать, домогаться. И я говорю, ты вообще что делаешь? У тебя муж вот спит, рядом лежит, ты только замуж вышла. Ты, говорю, чем вообще собралась там заниматься? И, в общем, я еле от неё вырвалась уже в дверях. Она опять начала меня зажимать, знаете, это была какая-то жесть. Я просто не знала, как реагировать, потому что мне все говорят, ну, что-то я ей не врезала. Ну, как бы, если бы это был какой-то левый человек, я бы, ну, там, не врезала, да, ну, как бы, грубо бы как-то пресекла. А здесь, как бы, весь вечер общались так вот по-дружески, и, как бы, уже было неудобно просто там взять и врезать, или нагрубить сильно. Я просто говорю, извини, там, дело не в тебе, но я, как бы, замужем, и я так не могу, я не такой человек, и всё такое прочее. Но, в общем, я как только не отмазалась. Еле-еле, в общем, всё-таки я от неё отмазалась. И в итоге проснулся её муж, и я думаю, о-ой, ну, всё, сейчас ей попадёт от него. И тут было самое интересное. Муж подошёл, говорит, в чём дело, что случилось? Она говорит, похоже, я ей не понравилась. И он говорит, как так? Я говорю, ребят, вы что, вместе этим, что ли, промышляете? И он таким мне невинным детским голосочком практически говорит, Ну, я просто хотела смотреть на вас, как вы это будете делать. В общем, я говорю, нет, ребят, извините, это не для меня такие истории. В общем, я так быстро подрапала, так сказать, оттуда, потому что это было вдвойне неожиданно. И, знаете, как бы, ну, они такие, ну, не то что крупные, ну, как, высокие такие, довольно-таки плотные ребята. И, в общем-то, я, конечно, немножко так испугалась, если честно. В каком-то виде они, кстати, у меня есть, церубы, так что, кому интересно, там где-нибудь вы видите, ребят, смугл их очень сильно, то это вот они. Вот, ну, и вообще, как бы, неизвестно, что можно ждать, может, меня бы вообще изнасиловали, там, знаете. То есть, как бы, сейчас такое время, я просто, наверное, такая наивная простота, я даже бы не подумала. Мне муж говорит, ты что, совсем офигела, ты куда пошла вообще, что ты делаешь? Как ты могла просто пойти к девушке с парнем в номер и ничего не ожидать от них? Ну, видимо, в Европе-то уже нормально, что так люди не делают. Не знаю, у меня даже в голове не колыхнулась никакая мыслишка о том, что она что-то может делать не так. Она мне говорила такие, знаете, до этого шутки, там, в стиле, зачем тебе нужен твой муж, я буду твоим мужем или я буду твоей женой? Или там, ну, что-то такое, в общем, знаете. А, потом мы говорили про стриптиз, и она говорит, а тебе что, женские, тебе что, девушки не нравятся? Я говорю, да нет. Ну, я говорю, только как танцуют, а так не нравится. Ну, знаете, то есть, такие двусмысленные вещи, что я вот, как бы, даже и не стала на них акцент делать. Ну, это всё, что я хотела вам сегодня рассказать. И вчера тоже хотела рассказать по поводу женской дружбы и вот эту вот историю. Всё-таки я нашла, куда же её всё-таки вставить. И напишите мне, что вы думаете о женской дружбе, и существует ли она. Я очень хочу в неё верить. Надеюсь, что всё-таки какой-то человек, может быть, новый, или из тех, с кем я уже сейчас общаюсь, докажет мне, что действительно может быть дружба. Настоящая женская, верная и преданная, и на долгое время, или на долгие века. Всем желаю вам замечательных друзей, веселитесь вместе, побольше, поменьше грустите, поддержите друг друга в хорошие моменты, и не совсем, может быть, какие-то хорошие. Просто старайтесь быть хорошим другом, обязательно кто-то вам ответит тем же. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok